Мы продолжаем масштабное мультимедийное шоу, экраны высотой до 5 метров и объемный звук. В Кирове открывается выставка «Ван Гог. Живые полотна». Она посвящена 125-й годовщине смерти великого художника. Одна из первых захватывающую экспозицию увидела Елена Шарыгина. Объемные звуки и 20 проекторов, а на 5-метровых экранах репродукции Ван Гога. Выставку привезли из Санкт-Петербурга. Там она приглянулась любителям искусства. А в Кирове первыми это мультимедийное шоу увидели блогеры и журналисты. Каждый из них смог найти что-то своем. Например, стилица Елена Ушакова научилась у Ван Гога сочетанию цветов. Вариант мультимедиа выставки – это потрясающий. На самом деле находишься как будто внутри этой картины, ощущаешь каждый штрих, широкие мазки, какие накладывал художник на полотно. Я думаю, это очень современно, во-первых, и понятно будет молодому поколению. Перед мультимедийным залом выставлены репродукции самых известных картин автора. Преимущественно автопортреты. Кроме того, можно познакомиться с историей жизни и творчества Ван Гога. Ведь до сих пор о том, кем он был, мнения разные. Великим мастером, безумным гением или несчастным творцом. Каждый посетитель сможет сам ответить на этот вопрос. Здесь не только изобразительное искусство, не только Ван Гог, как художник с очень интересной биографией и творчеством, но как еще познакомиться именно с мультимедийным шоу. Как все работает, как можно очутиться внутри вот этих полотен, послушать гениальную музыку, потому что над этим проектом трудились целая группа музыкантов, художников, искусствоведов, архивистов. Экспозицию и мультимедийное шоу можно увидеть в выставочном зале музея Воснецовых до 24 марта. Елена Ширигина, Алексей Зырянов, Бюро новостей Давича.